Какая же песня без баянна, какой же завтрак без ракцаны? Доброе утро, мои дорогие! Давайте сегодня позавтракаем традиционной кашей, но по-узбекски. Мы сегодня пришли в уютный ресторан Шуры-Муры в Тюбитейке. И рядом со мной находится заместитель шеф-повара Абдул-Азиз. Ас-салям-алейкум, Абдул-Азиз. Что мы сегодня с вами будем предлагать нашим телезрителям? Маша-чечевик. Маша-чечевик – это каша. Каша. Каша из чечевицы. Чечевицы. Сразу, это очень важно, потому что и я тоже не знаю, как это делать, и милые наши хозяйки тоже не знают. Поэтому очень важна пропорция. Значит, вот это чечевица, да? Да. Сколько нам нужно для того, чтобы вся семья попробовала ее? 200 грамм хватит. 200 грамм чечевицы. Это белая фасоль, да? Фасоль. Ну, здесь совсем немножко. Чашечку можно немножко готовить. Чашечку, да. Маленькую чашечку. И, я так понимаю, что это рис. Рис. Чашечка риса. Хорошо. Теперь самое главное. Это что? Это мясо. Мясо баранины. Мясо баранины. Вот одна луковица, да, очищенная. Значит, сколько нам нужно луковицы на баранины? Два грамм мяса, одна луковица. Хорошо. Значит, мы это поняли. Что мы делаем дальше? Возьмем это самое вздательное мясо. Мясо. Нарежем на кусочки. Угу. И потом луковицу тоже нарежем. Угу. Потом каленое масло берем. Растительное. Растительное. Любое растительное масло, да? Мясо на кусочки режем. И обжариваем. И обжариваем. Значит, не забудьте, что баранина. У нас баранина. Угу. Солка немножко обжарена. Оксана, дайте мне воды. Угу. Пожалуйста. Вот, дольем водички. Мясо уже до красного света дошел. Угу. Дольем водички. Чтобы мясо было погружено в воду, да? Да. Угу. А соль, ну, не нужна пока? Соль не надо, потому что чечевица не откроется, если с посольной водой. А, вот, вот. Внимание. Значит, еще одна тонкость. Солить сейчас нельзя мясо, потому что чечевица, что-то не откроется. Не раскроется. Не раскроется. Вода, вот, пока не нагрелась, надо положить чечевицу. Угу. В холодную воду. В холодную воду. Да. Чтобы она хорошо раскрылась. Если горяч, она сразу застывает. А, понятно. Вот потом фасоль тоже так же. Угу. В холодную воду рисуем. Ага, понятно, понятно. А рис кладем потом? Рис потом. Ну, вот, мы подождали. Абдулла здесь говорит, что нужно 20 минут ждать, милые хозяйки, имейте в виду. И чечевица у нас открыла. Открылась. Так. Можно его немножко вот посолить. Угу. Так. Вот так вот. Ага. По вкусу. Потом этот рис. Рис. Положим рис. Ну, пока у нас каша доходит до готовности, я расскажу вам любопытный факт из жизни чечевицы. Может, вам это и пригодится. А вы знаете, что спелая и, главное, качественная чечевица имеет цвет военной гимнастерки? Вот так. Я хочу сказать, что в узбекской кухне блюда без мяса не существует. Даже овощи все равно в узбекской кухне обязательно чередуются с мясом. И еще хочу сказать, что помимо того, что это очень вкусное, очень калорийное блюдо, и эта каша еще идеально восстанавливает силы. Спасибо большое. Мы доберемся на вооружение, а я попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...